Так Алексей Богаткин выглядел около трёх недель назад. За синяками почти не видно глаз. Выбиты зубы, переносятся, сломано. В верхней челюсти, как показал рентген, два перелома из трёх возможных. Вечер в кафе, приятно начинавшийся в кругу семьи и друзей, привёл к неожиданной развязке. В какой-то момент Женя Алексеев случайно стакан разбил, но мы сильное значение не придали. Отставили процессорную, решили оплатить вместе со счётом и сидели, продолжили общаться. Алексей вспоминает, вскоре к их столику подошёл мужчина, представился директором кафе и в грубой форме потребовал заплатить за разбитую посуду. Дальше события развивались молниеносно. Друга Алексея начали избивать и через минуту под удар попал и он сам. Говорит, всей драки толком не помнит, несколько раз терял сознание. В конце концов, у него отобрали мобильник и заставили написать расписку, что претензий к заведению он не имеет. Позже молодым людям удалось вызвать полицию, наряд приехал быстро. В отделение забрали друга Алексея и директора кафе Виктора Яковлева. Чуть позже задержали ещё одного участника драки, 26-летнего Самарца. По признакам преступления, предусмотренного статьёй «Имышленное причинение средней тяжести вреда здоровью Уголовного кодекса Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства случившегося». Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Что касается директора кафе Виктора Яковлева, свои объяснения он даёт в соцсетях. По его версии, молодые люди первыми напали на него и начали душить из-за сделанного им замечания. А также ссылается на проблемы со здоровьем. Мол, болен с сахарным диабетом и нервничать, а тем более драться не в состоянии. Но слава его с поступками не вяжутся. Это видео было сделано за неделю до инцидента. Так Яковлев встречает членов общественного движения по защите прав потребителей, который проводит рейд по проверке качества продуктов в кафе «Чистые пруды». «Вот слушайте теперь сюда. Вот лицензии ксерокопии. Так как вы общественники, неправильно общаетесь, я просто не могу вам дать даже ксерокопию документов». «Хорошо. Нет, почему вы камеру мою трогаете?» «Убери камеру». «Я камеру никуда не уберу». «Можете вызывать полицию?» «Можно без полиции». «Можно без полиции. И я плачет не буду». А это видео было сделано нашей съемочной группой в ходе очередного посещения с проверкой все того же кафе. Скверные слухи об этом кафе в интернете ходят давно. Некоторые пишут, что клиентов заставляют платить за фоновую музыку. А если те отказываются, удерживают силой. Тем временем кафе продолжает работать и принимать новых гостей. Алексей Богаткин и рад бы забыть, а заведение до раны мешают. Сейчас ему требуется серьезная операция на верхнюю челюсть. Медики уверяют, она откололась от черепа. Нужно ставить металлические пластины. Пока приходится жить на йогуртах. Что касается друга Богаткина Евгения, медики подозревают у него отслоение сетчатки глаза, который может повлечь потерю зрения. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.